Большая детская площадка между домами 14, 16, 18 и 20 по Петровскому проезду, что в Расторгуевской части города Видное. Летом прошлого года стало местом жительства двух бездомных щенков. Они сразу полюбились местными детишками, которые их подкармливали. Потом еду собакам стали приносить и взрослые. Со временем песикам оборудовали уютный домик. Прозвали собак Юки и Дикси. И все бы жили славно, если бы четвероногие жители Петровского не привлекли непрошенных гостей в виде стаи агрессивных кобелей. Сейчас, пока здесь живет Юки, Дикси, видимо, за ней уже начинают ухаживать другие собаки. Эти собаки не чипированные. Вчера сюда приходил уже свор собак. Их уже становится много, это становится опасным. Плюс местные жители подкармливают собачек, и это становится уже местом их питания. Где они также могут в массе своей пребывать. По словам местных жителей, Юки песик очень ласковый, не агрессивная собака. Они до конца не знают, мальчик это или девочка. Вокруг много еды стоит. Это говорит о том, что собака не голодная. И домик такой очень уютный, теплый. Юки, иди к нам. Выходи. Выходи, малыш, давай. Вот так вот идет на сближение с человеком. Привет, мой хороший. Ну вот. Когда собака одна здесь, местных жителей это совершенно устраивает. Им не нравится, когда сюда приходит целая свора бездомных собак. Остальные собаки откуда взялись, я не знаю. Просто они прибежали сюда и начали жить здесь. Может быть не жить, может быть, но приходят и уходят, я не знаю. Да, питаются, вот кормят собак. А так это две собаки здесь уже с щенками они живут давно. Ни на кого не напали, никого не искусали, ничего. Такая двоякая проблема. С одной стороны, дети полюбили эту собаку, и там ребенок со стола ей кусочки таскает всякие, украивает. Ну и если уйдут эти собаки, на их место придут другие собаки, конечно, их надо всех устраивать. Потому что собака без хозяина, собака без дома, это все-таки сложно и самому животному тоже. Но приюты переполнены, поэтому пока единственный реальный выход – стерилизовать и чипировать любимцев этого двора Юки и Дикси. Такая программа в Ленинском городском округе есть и успешно работает. В прошлом году на данную процедуру из бюджета Московской области муниципалитету было выделено порядка двух миллионов рублей. Процедура после Орла заключается в их стерилизации, соответственно, в передержке собак в течение определенного периода времени, чипировании и выпуском в среду обитания. Для того, чтобы Юки и Дикси стерилизовали и чипировали, местным жителям необходимо отправить соответствующую заявку в администрацию Ленинского городского округа. После чего на место приедут сотрудники по отлову и заберут собак для проведения процедуры. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ.